Из решенных, конечно же, вопрос об обманутых дольщиках. Это задача номер один, отметил Николай Любимов. То есть 6 домов введено уже в этом году. В следующем году должно быть 12 введено. И в 2019 мы должны все 28 уже окончательно домов ввести. И это действительно проблема, которая очень нелегко решается. Из успехов на втором месте. Это привлечение средств из федерального бюджета. Они пойдут на строительство БСМП, детского сада в Кальном и школы искусств. На третьем – повышение инвестиционной привлекательности области. Мы все-таки стали более привлекательными в этом году для инвесторов. И с нами стали, во-первых, подписывать соглашения, вести переговоры. И перестали инвесторов считать Рязань какой-то не очень привлекательной площадкой для инвестиций. Традиционно на каждой пресс-конференции Любимова спрашивают о судьбе главной здравницы региона. Санаторий «Сосновый бор». И на этот раз вопрос, наконец, решен. Организацию удастся сохранить как санаторий. Собственники «Сосновый бор» санатория безвозмездно передали в собственность Рязанской области санаторий. Поэтому в ближайшее время мы начнем гасить, естественно, долги по зарплате. И, посоветовавшись с общественностью, будем думать о том, как нам дальше развивать санаторий. Ну, поскольку он теперь будет находиться в областной собственности, у нас развязаны, во-первых, руки в отношении дальнейших шагов по развитию санатория. Во-вторых, мы прекратили, естественно, процесс раздербанивания, извините, изображения земли и имущества. Мы его остановили и будем сейчас, соответственно, то, что можно еще возвратить, возвращать в плане движимого имущества. Да, там земля, понятно, она областная, никто ее теперь никому раздавать не будет. Ну, от себя могу сказать точно, что мы должны сохранить профиль соснового убора, как санаторий. Высказал губернатор и свое мнение относительно увеличения стоимости проезда в муниципальном и коммерческом транспорте. По словам главы региона, мера эта вынужденная и предиктована необходимостью буквально спасать муниципальные транспортные предприятия от банкротства. То, что городская дума такое решение приняла, это свидетельствует о том, что, наконец-то, они стали заниматься транспортом, как надо. Я скажу даже больше. Вот сейчас мы с коллегами из города вынуждены просто спасать эти два предприятия. Долги, которые накоплены на настоящее время обоими этими предприятиями, составляют почти полмиллиарда рублей. Журналисты обратили внимание губернатора на дороги, которые в текущих погодных условиях начали активно разрушаться. Тоже за этим смотрю. Они появились либо вновь, там, где не было, либо там, где был проведен не капитально, а ямочный ремонт. То есть надо их заделывать, естественно, не дожидаясь весны. Потому что, во-первых, это неудобно для людей по ямам и по этим скакать. Во-вторых, ямы имеют свойство расширяться, если с ними ничего не сделать. Технологии эти есть, техника есть, необходимо все это поправлять. И об этом знает и город, знает и областное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Бывшее училище связи может стать рязанским аналогом Сколково. Николай Любимов рассказал, что в настоящее время решена одна из основных проблем. Объект был заложен всего за 300 миллионов рублей, когда его стоимость в разы дороже. По словам губернатора, регион успел вывести здание из-под удара. В следующем году в здании появится инновационный научно-технический центр. Это комплексы зданий, в том числе и со спортивной инфраструктурой, и со инфраструктурой определенного отдыха дня, с инфраструктурой питания и так далее. Чтобы это был реально действующий, хороший, привлекательный комплекс для работы. В ходе общения с журналистами глава региона ответил более чем на 40 вопросов. Пресс-конференция стала последней в этом году. В феврале Николай Любимов пообещал подвести итоги за год работы в Рязанской области. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».